Это итоги недели. В студии Максим Кембрид. Здравствуйте. А вот заголовки уходящих 7 дней. Плановое учение, избирательный кодекс и зеленые авто. В стране вырос спрос на электромобили. Какая модель в топе? Не опять основа или по следам жутких аварий. Минтранс и МВД проводят масштабные проверки маршрутных такси. Регулярная работа по выявлению и устранению нарушений водителями-перевозчиками продолжится и в дальнейшем. Злой урок или человеческая обеспеченность. Народный контроль. Депутаты продолжают мониторинг цен в магазинах. Бобруйский производитель представлен в широком ассортименте. Есть ли нарушения? Наши люди – наша гордость. В райисполкоме подвели итоги прошлого года. Самое главное достижение – это рост уровня доходов населения. Кто в лидерах? В переплетении столетий жителям предлагают придумать туристический бренд. Это узнаваемость города не только в пределах Республики Беларусь, но также и за рубежом. Куда отправлять идеи? Стихийное бедствие, нестабильная ситуация и маслянистая пленка. В США масштабная экологическая катастрофа, чем шокировано население. Миролюбие не значит покорность. Президент провел заседание Совбеза. В центре внимания обновленная концепция национальной безопасности. Она была принята в 2010-м и не потеряла своей актуальности. Более того, продемонстрировала эффективность в самый острый период давления на нашу страну. Однако на 6-м Всебелорусском собрании глава государства поручил модернизировать документ с учетом ситуации. Проект готов. Окончательную версию будет утверждать ВНС. Если делегаты поддержат его, он вступит в силу. Мы прямо и открыто должны заявить о приоритетах, показать мировому сообществу транспарентность нашей политики, надежность Беларуси как ответственного партнера. Но наши партнеры при этом должны знать, что белорусское миролюбие не синоним жертвенности. Еще раз повторяю, белорусское миролюбие не синоним жертвенности. В случае любой агрессии, как я уже не раз говорил, ответ будет быстрым, жестким и адекватным. Отражают ли новое положение концепции эту мировоззренческую позицию белорусов? Давно исчерпавших лимит войн и революции. Поэтому еще раз акцентирую внимание присутствующих. Данный документ должен быть предельно откровенным, открытым и понятным. Рассмотрели проект закона о народном ополчении. В Беларуси выстроена эффективная система защиты государства. Ее основа – армия. Борьба с преступностью, охрана общественного порядка, сфера компетенции МВД и внутренних войск. И в мирное, и в военное время. Но с учетом непростой ситуации, каждый должен с оружием в руках уметь защитить и себя, и свой дом. В случае необходимости такие отряды смогут трансформироваться в партизанское движение. Президент Иране неоднократно заявлял о возможности создания в стране сил территориальной обороны для реагирования на возможные вызовы и угрозы. Новость о поваре под Смолевичевым потрясла всю страну. Жертвами лобового столкновения, грузовика и маршрутного такси стали 11 белорусов, среди них два подростка. Еще 9 госпитализированы, четверо в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемый водитель МАЗа задержан. Спустя 4 дня ситуация повторяется на трассе Бобруйск-Глуск, дорогу недели трактора и общественный транспорт. На место ДТП выезжают 11 бригад скорой помощи. Именно столько пострадавших доставляют в БЦБ больницу имени Марзона. О леденящем ужасе Ольга Васинда. Жуткая новость и недели. В понедельник днем в ДТП под Смолевичем не погибают 11 человек, в том числе два подростка. Еще 9 госпитализируют. Четверо в крайне тяжелом состоянии. Подозреваемого водителя МАЗа задерживают. Он отделывается лишь телесными повреждениями. Информация о гибели второго шофера впоследствии опровергается. Пока следствие устанавливает причины, медики борются за жизни. Ежедневно собирают консилиумы и проводят операции. Травмы все сочетанные. Поражены и кости скелета, поражены кости лицевого черепа, пораженных у ряда пациентов головной мозги, есть травма грудной клетки и органов брюшной полости. В процессе лечения этих пациентов клиническая ситуация может меняться. Она может улучшаться. И мы будем делать для этого абсолютно все. Но, к сожалению, она может и прогрессивно ухудшаться. Случайность или злой рок? В пятницу, 9.35. Трасса Бобруйск-Глузг. Сталкиваются маршрутка и трактор. В салоне находятся 11 человек. Среди них ребенок. Осколки стекла, сломанная психика и крики о помощи. Кадры больше напоминают фильм ужасов. О, фу, масса. Тебе уже, ну. Пострадавших с переломами и ушибами госпитализируют в городские больницы. Из области на помощь отправляется бригада по линии санавиации, реаниматолог, нейрохирург и травматолог. Все пострадавшие осмотрены врачами в приемном отделении. По итогам осмотров 4 пациента госпитализированы в Бобруйскую центральную больницу и 5 пациентов госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи. Три человека отправлены на амбулаторный этап. В этот же день в ДТП попадает еще один микроавтобус. На дороге Минска-Гродно 35-летний водитель во время обгона не справляется с управлением и въезжает в барьерное ограждение. Внутри маршрутки 4 пассажира. Их спасает ремень безопасности. Автомобилиста привлекают к административной ответственности. На всех колесах шины с изношенным протектором. В рамках выполнения указания министра внутренних дел дано поручение об проведении проверочных мероприятий и оказание содействия субъектам хозяйствования, осуществляющих автомобильные перевозки и перевозки пассажиров. МВД и транспортная инспекция начинают масштабные проверки. Если в 2022-м в Могилевской области фиксируют 8 аварий с маршрутками, то в этом масштабах страны только за неделю-три. А ведь зачастую причины схожие. В антирейтинге превышение скорости. На трассе, как показывает практика, за рискованные поступки лихачи платят сполна. Нередко перевозчики грешат и так называемыми дополнительными местами. В салоне есть ремень безопасности соответствующая, и мы не допускаем перегруз. Соблюдаем правила дорожного движения и пассажирских перевозок. Считаю, что перегруз, или как по-другому говорят, что лишних пассажиров не должно быть в автомобиле. То есть, если даже просят нас пассажиры взять стоя, там, может, на руках у кого, мы категорически откажемся. Инспекторы проверяют наличие аптечки, свидетельства о регистрации, страховой полис, тихосмотр и предсменный медосмотр. Внутри салона обязательно должна быть визитная карточка с фотографией, фамилией и именем водителя. Здесь же информация о схеме движения. Но главное, на каждом сидении инерционные ремни безопасности. За минувший год зафиксировано свыше 170 различных нарушений. В отношении водителя составляются административные материалы по статье 18.13 КОАП Республики Беларусь за нарушение права перевозки пассажиров, по которой предусмотрена административная ответственность за первое нарушение, за первый раз до 4 базовых величин. В случае повторного выявления нарушения предусмотрено до 8 базовых величин. Задача госавтоинспекции – обеспечить безопасность пассажиров. Поэтому регулярная работа по выявлению и устранению нарушений водителями-перевозчиками продолжится и в дальнейшем. О стиле вождения водителей маршруток сложены легенды. Считается, что лучше обходить и обижать их стороной. А если посчастливилось передвигаться на этом виде транспорта, то перед тем, как сесть в салон, обязательно надо перекреститься. Шутки шутками, но печальная статистика идет в гору. А ведь пассажиру нужно не так много, чтобы оплаченный проезд не стал билетом на тот свет. Ольга Васемда, Станислав Чичерин. Итоги недели. Горячая линия, приемная кампания и состоявшиеся выборы. Новая редакция избирательного кодекса вступит в силу 3 марта. Какие требования к кандидату? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. В Беларуси стартовали плановые учения пограничников. По замыслу тренировки создана сложная обстановка, которая позволяет максимально отработать слаженность действий всех подразделений. Особое внимание вопросам усиления охраны участков госграницы, поиска и ликвидация вооруженных формирований и борьба с условными диверсантами. Маневры продлятся две недели. Новая редакция избирательного кодекса вступит в силу 3 марта. Внесен запрет на фото- или видеосъемку заполненных бюллетеней. Также у кандидатов не должно быть иностранного гражданства, карты поляка или других подобных документов. Отменяется и порог явки избирателей для признания выборов в Палату представителей состоявшимися. Комитет госконтроля открыл горячую линию по вопросам оказания услуг операторами сотовой связи. В поле зрения – качество и стоимость. В профильном ведомстве призывают сообщить о фактах необоснованного списания денег, нарушениях в вопросах гарантийного обслуживания. Короткий номер 191 доступен для звонков по 10 марта. В Беларуси в минувшем году на 28% выросли продажи электромобилей. В лидерах – Джили Геометрия Си. Во в том множество интеллектуальных систем и отличные технические характеристики. Есть все предпосылки для развития этого направления. В стране создана хорошая инфраструктура. Свыше 600 заправок, качественные дороги и небольшие расстояния между городами. В стране определили сроки приема абитуриентов-целевиков в ВУЗы. Подать документы и попасть на собеседование можно с 1 по 5 июня. Вступительное испытание состоится с 6 по 13, зачисление по 16 число. К слову, для тех, кто не сдаст внутренний экзамен с первого раза, будет возможность попробовать свои силы в дополнительном наборе, если останутся вакантные места. За всеми достижениями имена людей. В Бобруйском районе подвели итоги соревнований по социально-экономическому развитию и отметили лучших. Несмотря на санкционное давление, выручка прибавилась на 18%, настолько же приросла и зарплата. Хозяйство увеличили производство овощей, полностью обеспечили закладку стабилизационного фонда. О труде аграриев Татьяна Горбач. Во все времена в любом обществе отношение к человеку труда – мера его ценности. В областном театре собираются лучшие представители коллективов Бобруйского района. Те, кто своим профессиональным мастерством и творческим отношением к делу вносит лепту в социально-экономическое развитие региона. Подводят итоги года, анализируют проделанную работу и ставят планы на будущее. 2022-й для агропромышленного сектора непростой, однако выручка увеличивается на 18%. Настолько же прирастает зарплата. Чистой прибыли получено на 9 миллионов рублей. Скажу так, что не сминусовали ни одного показателя меньше прошлого года. Поэтому есть рост планомерный, поступательный. Поэтому движение района вперед ежегодно есть. Самое главное достижение – это рост уровня доходов населения. То есть рост уровня заработной платы, у нас выполнен этот показатель. Как реальный, так и номинальный, что очень важно. Санкционное давление снижает объемы зарубежного экспорта. Зато поставки в Россию прибавляются на 39%. Радует и урожай. Аграрии района выращивают и убирают 46 тысяч тонн зерна с учетом кукурузы. Тем самым обеспечивают стопроцентное выполнение госзаказа. Увеличивается производство овощей на 7%. Картофеля – на 120. Значительный прирост также по мясу и молоку. В числе флагманов – Михалевская Нива, СПК «Гигант» и филиал «Воротынь». Выполнили почти все производственные экономические показатели. Это и производство молока увеличилось у нас. Это и выращивание КРС увеличилось. Зерновых собрали больше. Вот вал больше. Соответственно, товарной продукции больше. Поэтому получили выручки. Те задачи, которые сегодня успешно выполняются, это не просто задачи, это слаженная работа трудового коллектива. И оценка этому всему, заработная плата, она сегодня у нас составляет 1276 рублей. Получили картофеля 13 тысяч тонн, плюс 3 тысячи тонн. Зерна получили 11 тысяч тонн вместе с кукурузой. И все это возможность дало нам получить такую заработную плату. Заслуженные грамоты и благодарности получают десятки тружеников. Трое удостаиваются почетного звания «Человек года». Среди них народный мастер Беларуси. В умелых руках Александра Орлова оживает глина. Гончарному искусству он посвящает 34 года. Сохраняя культурное наследие своего народа, обучает школьников из глуши старинному ремеслу. Мужчина изготавливает керамику по древним рецептам. Его работы известны далеко за пределами страны. Знаете, очень приятно, конечно, за оценку моей работы. Обучение учеников – это наша прямая обязанность, наша специальность. Поэтому всю жизнь и всю душу отдаем своим детям. И стараемся наше ремесло продолжать, чтобы у нас были последователи, чтобы керамика, она процветала. Район развивается не по дням, а по часам. В эксплуатацию вводится 7700 квадратных метров жилья. Производится ремонт более 11 тысяч квадратов дорог. Прирастает и предпринимательский сектор. Информируется 35% поступлений в бюджет. В малом и среднем бизнесе трудятся треть занятых в экономике региона. Делаются успехи в сфере образования, туризма, спорта и информационных технологий. Аграрии страны, к слову, уже готовятся к посевной. Татьяна Корбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Защита национальных интересов. Беларусь подвела итоги региональных учредительных собраний по формированию партии. Участниками стали около 16 тысяч неравнодушных белорусов. Только в Могилевской области свыше 5 тысяч. В основном это люди с активной гражданской позицией разных возрастов и профессий. Определены 992 человека, которые станут делегатами. 18 марта в Минске утвердят программу, устав и изберут руководящие органы новой политической силы, которая выразит интересы всего белорусского народа. Решение продиктовано самим временем. На сегодняшний день уровень политической культуры нашего общества очень вырос. И наши люди сегодня хотят сами строить свое будущее, будущее своей страны. Теперь действия политических партий регламентируют обновленный закон. Увеличивается численность объединения, минимальный порог для регистрации 5000 человек. Иностранное финансирование под запретом, помощь могут оказать юрлицы. Но не более тысячи базовых величин в год. По новым правилам структура должна быть представлена во всех регионах страны. Прописана и возможная ликвидация в случае деструктивных действий, таких как пропаганда войны и экстремизм. Спасибо за покупку. В Беларуси продолжаются мониторинги парламентариев. Каждый день десятки объектов во всех областях. Товары должны быть приемлемой стоимости и достойного качества. Это относится и к продуктам, и к детской одежде. В торговых надбавках разбиралась наша съемочная группа. Комитет госконтроля с начала года проверил около сотни ритейлеров. Нарушения зафиксированы в 80 объектах. Работа пяти приостановлена. На страже социальной справедливости представители управления торговли и парламентарии. Сперва проверяют молочку, колбасы, крупы и овощи. То, что ежедневно попадает в корзину горожан. От внимательного взора не ускользает ни одна деталь. От цены до ассортимента. В нашем магазине соблюдаются минимальные торговые надбавки на все продукты питания. Ассортимент у нас широкий от молочных продуктов. Колбасные, бакалея, виноводочные. В общем, все группы товара присутствуют в нашей секции. Несмотря на то, что у нас всего 75 квадратных метров. На особом контроле детские товары. Парламентарий сверяет предельные торговые надбавки на одежду и игрушки. Нарушений нет. Да и с документами полный порядок. Цены демократичные. Более того, многие отечественные производители идут навстречу покупателям. Бобруйск Трикотаж, например, до конца февраля предлагает скидку в 10%. Бобруйские производители представлены в широком ассортименте в данном торговом объекте. Что не может не радовать. И отмечается высокий ассортиментный перечень товаров. И по цене каждый потребитель может найти здесь желаемую цену, желаемый товар по своему карману. Проверке подлежит и крупный супермаркет. Выбор не случайный. Магазин в шаговой доступности с широким ассортиментом привлекает покупателей. На этом и могут сыграть владельцы. Нарушений здесь нет. Незначительно подорожали сезонные овощи. Но торговые надбавки в пределах нормы. Более того, действуют скидки. Активно идет реклама белорусских товаров. Они представлены на самых заметных полках. У меня еще есть 10% скидка социальная. Ну, так иногда товары берешь такие. Ощутимо. Например, на яйца, вот если 3 рубля 30 копеек, это ощутимо, конечно. Механизм формирования стоимости товаров в стране отлажен. На некоторые позиции ценник даже снизился. Нет ни пустых полок, ни массового закрытия торговых объектов, ни дефицита продуктов. Ключевая задача госорганов – не ужесточить рамки для работы бизнеса, а исключить завышение цен. Президент четко дает понять. Во главе угла – интересы белорусов. И это главное. Татьяна Корбач, Станислав Чичерин. Итоги недели. Пенсия в кармане. Белорусы могут отслеживать личную трудовую биографию в специальном мобильном приложении. Сколько составляет трудовой стаж? Уплачивает ли работодатель страховые взносы? В каком объеме и всегда ли в срок? Ответы в один клик со своего смартфона. Зарегистрироваться просто. Понадобится логин и пароль, либо ID-карта. После аудентификации в межбанковской системе идентификации. Пока приложение доступно только на Google Play. В дальнейшем, конечно, это мобильное приложение будет совершенствоваться, будут учитываться пожелания и интересы пользователей. Ну и надеюсь, что это поможет все-таки контролировать не только со стороны фонда, но и со стороны самих пользователей лицевые счета, данные и корректность их предоставления. С каждым обновлением добавляются новые возможности. Появится рубрика уведомления. Плюс пользователи смогут самостоятельно рассчитать будущую пенсию. Сегодня ФСЗН аккумулирует в электронном виде информацию о 8 миллионах 300 тысячах персональных счетов, половина из которых ежегодно пополняется новой информацией. Добро пожаловать! Жителям предлагают придумать туристический бренд Бабруиска. Это должен быть уникальный слоган и логотип. Только в прошлом году город на Березине посетили почти 8 тысяч иностранцев. Ведь нам действительно есть что показать о местном колорите Ольга Васенда. Бабруиск – один из старейших уголков Беларуси. Крупный промышленный и культурный центр Могилевской области. Неповторимый колорит, увлекательная история и незаурядная архитектура. Именно это привлекает иностранцев. Только в прошлом году наш город посетили 7 856 зарубежных гостей. В основном россияне. Благодаря безвизу больше стало и жителей Литвы, Латвии и Польши. Визитная карточка – гостиница «Турист». 21-й год для нас стал успешным. Мы даже получили диплом первой степени по финансо-экономическим показателям. 22-й год стал еще лучше. Благодаря нашей сплоченной команде. Мпрост выручки по сравнению с 21-м годом составил 105%. Рентабельность продаж 21-го года – 3,7%. В 22-м году – 8%. Сегодня Бобруйск в поиске туристического бренда. Предложить слоган и логотип может каждый житель. Короткая эмоциональная фраза должна отражать наши ценности и привлекать внимание. А визуальный символ иметь оригинальное начертание, графический стилизованный образ. Главное – уникальность и индивидуальность. Свои идеи можно высылать до 1 марта на электронный адрес на экранах. Это узнаваемость города не только в пределах Республики Беларусь, но также и за рубежом. В бренд может входить инфраструктура, наши оздоровительные организации, наши экскурсионные маршруты и многое другое. В 2022-м разработано 10 туристических маршрутов, которые постоянно обновляются. Самая популярная – тур выходного дня. Такида, это Бобруйск и Шалом, мой друг, Шалом. В числе достопримечательностей – крепость, музей, кинотеатр «Товарищ», дом Купчихи Кацнильсон, социалистическая синагога и еврейский дворик. Учащиеся третьи гимназии разработали гид по городу. Здесь можно узнать программы, путешествия и познакомиться с краткой исторической справкой. Интеллектуальный путеводитель создала и педагог-организатор технологического колледжа. Пешеходная экскурсия охватывает 14 мест. В каждой локации есть описание и задание. Прогулка рассчитана на 1,5-2 часа. Расстояние – 3,5 километра. Я очень люблю путешествовать. И когда-то такого формата экскурсию я, скажем так, поучаствовала в городе Минске. Потом стала изучать этот вопрос. Оказалось, что в целом формат квестбука появился в 2016 году. У нас белорусы лишь только в Минске. Ну и вот пришла идея попробовать сделать у нас в городе. Я думаю, что это у меня получилось. Экспорт туристических услуг за минувший год свыше 128 тысяч долларов. Только 62% – вклад в санатория имени Ленина. Популярностью пользуется программа реабилитации постковидных пациентов. Всего в пансионатах и профилакториях Могилевской области в 2022-м отдохнуло почти на 10% больше человек, чем годом ранее. Продано свыше 45 тысяч путевок. Ольга Васинда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Зимняя засуха, отравленная река и спасательная операция. Число погибших в результате серии разрушительных землетрясений в Турции превысило 43,5 тысячи человек. Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Крымский мост полностью восстановлен на месяц раньше заявленного срока. Специалисты успешно провели испытания несущей способности пролетов. Движение легковушек по неаварийной части практически не прекращалось во время ремонтных работ. В разные дни на строительстве были задействованы до 500 человек. Взрыв на путепроводе, напомним, случился 8 октября прошлого года. 5 миллионов американцев остались без питьевой воды. В штате Огайо подвели итоги крушения поезда с химикатами. Маслянистая пленка, которая растянулась на 11 километров, убивает все. Погибли 45 тысяч животных. Отравлена река, впадающая в Миссисипи. Население шокировано халатным отношением властей. Байдена критикуют за то, что он тратит десятки миллиардов долларов на Украину, но оказать помощь обычным жителям даже не пытается. В Мексике произошел мощный взрыв, а после пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Три человека погибли, десятки получили ранения, сотни эвакуированы. Трагедия случилась в штате Веракрус на востоке страны. По рассказам очевидцев, звук был слышен на расстоянии 10 километров. Спасатели предупреждают о крупном выбросе вредных веществ. Власти рекомендуют жителям не выходить на улицу из-за опасности отравления дымом. Сильнейшее землетрясение в Турции магнитудой 7,7 и ряд авторшоков унесли жизни более 43 тысяч человек. Катастрофа самая масштабная из 1939. Спасательные операции продолжаются, под завалами ищут людей. Многие страны оказывают помощь. Разрушены более 164 тысяч домов. Ученые считают, число землетрясений на планете увеличится в ближайшие пять лет. Во Франции складывается нестабильная ситуация с водой. Берега водохранилищ на юго-западе обнажены. В целом по стране уже более месяца не было обильных дождей. В сезон посадки зерновых прогнозируется сухая погода. Это ставит под угрозу выживание десятков тысяч посевов. На большей части Южной Европы, от Испании до Турции, предупреждают о недостатке влаги в почве. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кимбель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!